В этот день 17 августа родились Дмитрий Синявин Адмирал одержал ряд важных побед над турецким флотом. Антон Дельвик, поэт, издатель, лицейский друг Александра Пушкина. 17 августа 1812 года император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями Михаила Кутузова. В войсках сразу родилась прибаутка. Пришел Кутузов бить французов. 17 августа 1898 года заложено здание Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В этот день 1977 года советский ледокол Арктика достиг Северного полюса, первым из надводных кораблей. 17 августа 1970 года прошел запуск советского аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности этой планеты. Первой космической державой стал СССР. В этом он оставил позади все достижения Запада и США. Первый человек в космосе, первые межпланетные экспедиции и первые запуски межпланетных станций. Серьезное планирование изучения Венеры советские ученые начали уже в конце 50-х годов. А первый космический объект, спутник-1, полетел к планете в 1961 году. Правда, станция так и осталась на земной орбите. Вторая и третья попытки тоже не привели к желаемому. Все, что получилось у Венеры-3, это рухнуть на соседнюю планету. Но и это в каком-то смысле было вехой. На дворе 1966 год, и творение рук человеческих впервые достигло другой планеты. Агентство ТАСС сделало оптимистическое заявление. Венера-3 после трех с половиной месяцев полета в космическом пространстве достигла планеты Венера и доставила на ее поверхность вымпел с гербом Союза Советских Социалистических Республик. Потом были еще три попытки, которые также и приблизили успех дела. Благодаря им было обнаружено, что Венера обладает просто чудовищно мощной атмосферой. Давление воздуха на поверхность планеты почти в 100 раз больше земного. Так что станции Венера-5 и Венера-6 расплющило задолго до того, как они коснулись грунта. И вот новая надежда – Венера-7. Этот аппарат значительно совершенствовали, повысили степень защиты. Корпус отлили из титана, теплоизоляцию обеспечили особой стекловатой, противоударность повысили при помощи амортизационных устройств и усилили прочность при помощи стеклопласта. Перефленный парашют конической формы изготовили из четырех слоев сверхпрочного стеклонейтрона. Для того, чтобы обеспечить межпланетную станцию энергии, решено было изготовить уникальную свинцово-цинковую батарею, которую можно было подзаряжать от солнечных батарей, извлекая необходимую мощность буквально из воздуха. Такая кропотливая работа принесла свои плоды. И 17 августа 1970 года с космодрома Байконук стартовала автоматическая научно-исследовательская космическая станция Венера-7. И спустя ровно 120 дней она соприкоснулась с поверхностью неизведанной планеты в 8 часов 34 минуты и 10 секунд по московскому времени. Расчеты ученых и конструкторов оказались верными. И посадка станции на поверхность Венеры была мягкой. Уже это было невероятным достижением. Исследовательское оборудование оказалось полностью целым. И 23 минуты Венера-7 передавала на Землю данные с поверхности планеты. Наконец-то в точности была измерена температура на Венере. Она оказалась около 464 градусов Цельсия. И атмосферное давление 90 единиц земного. А ведь у нас такое давление можно найти разве что на километровой океанской глубине. На первый взгляд может показаться, что подготовка к полетам, неудачи и успешный полет Венеры-7 не принесли большую пользу. Но это не так. Венера-7 проложила путь необходимый для дальнейшего покорения космоса, исследований и развития космонавтики. Уже в июне 75 года на ту же планету был успешно запущен космический аппарат Венера-9. И снова наша страна оказалась первой в очередном достижении. Аппарат состоял из двух модулей, один из которых оставался на орбите и стал станцией радиосвязи. А второй модуль удачно опустился на Венеру. И это был первый в мире искусственный спутник на другой планете и первый в истории фотографические снимки поверхности Венеры. Фотографии из планеты, где даже свинец и олова могут образовывать ручьи. И где бывает, идут дожди из серы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова